Спорт на дожде 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 До этого мы были в Соединенных Штатах Америки, в Colorado Springs. Мы ездили туда, потому что это было необходимо. Сейчас пока такой необходимости мы не имеем, поэтому у нас сбор сейчас проходит в городе Москве. О какой дисциплине из пяти уделяется больше всего внимания? Мне кажется, просто если спортсмен начинает посвящать себя сразу пяти дисциплинам, в каких-то из них он должен быть по умолчанию талантлив, например, да? А какие-то как раз идеалов каких-то достигать путем тренировок. Тирилл, скажу тебе по секрету, Андрей у нас мастер спорта по плаванию. То есть это сразу по умолчанию. А на что тратится времени больше всего во время тренировок? Ну, начнем с того, что в пятиборье приходят вообще из плавания, потому что плавание – это профилирующий вид спорта в своем пятиборье, так как это трудно обучаемый вид самый. Если ты в детстве научился плавать, то потом тебя тяжело научить. Тебе можно обучить фехтованию, стрельбе, верховой езде, плаванию обучить тяжело. Вот поэтому в основном приходят плавцы, потому что они функционально подготовлены хорошо уже, и физически сложены неплохо. Остается научить их только трем дисциплинам. Ну, целый день как бы не проходит в плане того, что какому-то виду больше внимания уделяешь, но есть проблемные, например, виды, да, у спортсмены. И он в зависимости от того, какая проблема у него возникает, он начинает больше уделять внимание там фехтованию или стрельбе или бегу. Вот, но должно быть все гармонично развито. Ну, спрашивайте. Возникает, разумеется, вопрос, что приходится больше развивать вам конкретно? У меня проблемный вид как бы с тем, что произошли новые изменения в совмине на пятиборье, это бег со стрельбой совместили, и мы стреляем еще... Ну, да, вы еще, прости, в 2009 каком-то? Да, да, да. И мы стреляем еще с лазерного оружия, к тому еще. Поэтому для меня проблемный вид комбайн именно, это двойборье, бег со стрельбой. Поэтому я стараюсь больше внимания уделить именно этому виду. А, все-таки, скажи, пожалуйста, Андрей, вот то, что вы стреляете из лазерного оружия, насколько вы в этот момент похожи на героев каких-то научно-фантастических фильмов? Да, уже ходят такие, ирония такая ходит в совмине на пятиборье, потому что пятиборье все время претерпевает какие-то изменения постоянно, да? Поэтому говорят, что скоро, может быть, фехтование будет на лазерных мечах. То есть такое, в принципе, тоже возможно. Я так думаю, лет через 15 мы, может быть, фехтовать будем не шпагами, а какими-нибудь лазерными указками. Вот это вот история про то, что мы видим сейчас на тачскрине ваше фото, где вы как раз стреляете. Да, совершенно верно. Лазерный пистолет, да? Да, это вот сверху, где раньше был ствол, да, металлический. Сейчас, как вы видите, пластиковая насадка сверху, из которой вылетает луч света, так называемый, который отображается на мишени, да. Этот луч мгновенный, то есть вот он секунду или дальше... Да, нельзя управлять как указкой, да, он, то есть и не на разу вылетает из ствола. Если ты попадаешь в черный круг, то загорается зеленая лампочка. Таких лампочек нужно зажечь пять, после чего ты можешь отправляться дальше на дистанцию. Ну, биатлон получается. Да, получается биатлон, только мы не бежим с пистолетом, он лежит именно на рубеже. Зачем все нужны эти нововведения? Я думаю, что эти все нововведения нужны для того, чтобы наш вид спорта стал как можно более зрелищным, привлекал к себе все новых и новых зрителей, приходили заниматься в секцию, опять-таки, дети, потому что если не будет, так скажем, вновь прибывшей крови, да, свежей, то вид спорта, конечно же, умрет. Поэтому нужно всеми путями привлекать людей, в частности детей, в наш вид спорта. Я считаю, он замечательный из спорта. Скажите мне, пожалуйста, вот сказали, что в отличие от биатлонистов, у вас оружие не с собой, а лежит где-то на рубеже. На рубеже, да. Случается такое, что кто-то из соперников, может быть, просто берет там, подменяет что-нибудь, или там жвачку к нему приедет, чтобы там... На этот случай, на рубеже сидит, возле каждого спортсмена сидит еще судья международной категории, который следит за тем, чтобы твое оружие лежало на месте, никто к нему не подходил и так далее. То есть с этим проблем никаких не возникает. А мне, знаете, еще о чем хочется поговорить? Кирилл, вот ты знаешь, что сейчас в современном пятиборье чуть ли не беспрецедентная ситуация, потому что наша сборная, мужская, по крайней мере, самая сильная сборная по современному пятиборью в мире. Андрей, вот ты два раза был олимпийским чемпионом. Расскажи, пожалуйста, про систему отбора на Олимпиаду, потому что у нас есть четыре лицензии у нашей страны, но поехать почему-то могут только два спортсмена. Вот что это такое вообще? Ну, это Международная федерация с современными пятиборья придумала эти правила, что не больше двух человек от страны, вот, хотя, опять-таки, я считаю, может быть, это неправильно, потому что многие страны, лидирующие, да, они могли бы привезти и три, и четыре человека на соревнования. Ну, в том числе и наша сборная. В том числе и наша сборная, там, Венгрия, Франция. В Венгрии, Германия, Украина, да. Но такие, таковы правила, и мы обязаны их исполнять. Вот, ну, хочу повторить, что наша сборная действительно считается самой сильной в мире на данный момент, потому что у нас четыре человека, которые все являются чемпионами мира и чемпионами Европы. Такого прецедента, наверное, не было за всю, может быть, историю современного пятиборья, во времена СССР даже. Вот, очень сильная команда, да. И вот, получается так, что сначала у нас был международный отбор, а сейчас, получается, у нас отбор на Олимпиаду внутри российский получился, как это ни парадоксально звучало бы, но это так. Вот, но опять-таки повторю, что последний отбор будет чемпионом мира, который придет в мае в Италии. После чего сборная, ну, старший тренер сборной и главный тренер вынесут уже окончательное решение, кто из четырех человек поедет на Олимпийские игры. А вот, не дай бог, подожди, Кирилл, мучает меня этот вопрос, вот, не дай бог, двукратный олимпийский чемпион может из-за этой системы отбора остаться без Олимпиады еще одной? Безусловно, да, потому что, опять-таки, говорю, тут нет никаких приоритетов, то есть, существует спортивный принцип, кто сильнее, на данный момент будет, окажется сильнее, да, тот и поедет на Олимпийские игры. Тут чисто спортивный принцип. А это вообще правильно? Ну, как бы, я не знаю, насколько правильно это или неправильно, да, но таковы условия, и, опять-таки, тут нет каких-то старых заслуг, то есть, нужно доказывать все время, что ты сильный и что ты готов ехать на Олимпийские игры. Ну, мне кажется, может быть, в какой-то степени это действительно так и должно быть, потому что только сильные спортсмены должны представлять страну вам, и, безусловно, пожелаем удачи на чемпионате мира, который будет, ну, безусловно, решенным. Время, время. Спасибо большое. Самым решающим стартом. Ну, а давайте мы пока отлечемся от пятиборья и поговорим о других видах спорта, которые, безусловно, точно так же заслуживают внимания. На очереди футбол. Поехали. Андрей, как вы относитесь к футболу? Ну, как к самому футболу я отношусь, в принципе, очень хорошо. Я люблю смотреть интересные матчи, я болею за команды и так далее. А за кого? Понять. Ну, вообще, я болею за иностранные команды в основном, потому что я считаю, что российский футбол, ну, в моих глазах, может быть, я слишком призято к нему отношусь, но я бы сказал, что он не совсем соответствует тому уровню, который бы хотел я лично видеть. Кирилл, ты вообще сейчас не заметил, что Андрей на меня так посмотрел, и немножко с такой ехидной улыбкой на меня сейчас посмотрел. Я думал на меня с ехидной улыбкой посмотрел. Нет, потому что до эфира мы с Андреем успели обсудить его отношение к нашему футболу. И он сказал честно, что футбол ему не нравится. Андрей, я вот хочу, чтобы сейчас тебя вывести на этот откровенный разговор. Объясни, почему многие же спортсмены, не футболисты, не любят людей, которые занимаются футболом, потому что считают, что все-таки вот что-то вот неправильно с этим устроено. Я не знаю, не могу, я думаю, это не будет удивительно, что я скажу, нет пока этому объяснению, что у нас неправильно в системе воспитания именно футбола, да, там, кто-то говорит, что слишком высокие зарплаты, я тоже с этим, в принципе, соглашусь, что зарплаты несозменимо высокие по отношению к трудовому, так сказать, трудовому образу жизни, да. Многие спортсмены, опять-таки, может быть, выполняют гораздо больше усилий и работы, да, и получают за это гораздо меньше деньги. Но, я опять-таки повторюсь, что футболисты, наверное, в этом не виноваты. Если бы я был футболистом, я бы, наверное, тоже был бы не против практически ничего не делать, получать за это огромные деньги. А хотелось бы, Андрей? Возможно бы и хотелось, знаете, как бы. В принципе, мне кажется, что через несколько лет к Петербурге могут присоединить еще один вид спорта, и что они там будут с мячом, и, мне кажется, вы не затеряете. Поэтому, ну, это индустрия, это другой совершенно уровень, другая жизнь, мне кажется. Футбол надо выносить вообще в отдельные рамки и никак их не трогать. Это не спорт, это шоу-бизнес. Да, мне кажется, да, это больше шоу-бизнес, и, да, там есть свои трудности, там и так далее, профессионализм. Опять-таки, подчеркну, что есть зарубежные команды, когда реально нечего сказать, и действительно, да, люди отрабатывают полностью все свои деньги. Ну, на самом деле, в российском футболе, насколько мы можем судить, все-таки люди стараются сделать что-то, чтобы он был более прекрасным, что ли, более зрелищным. Так вот, главная новость сегодняшнего дня, вот это двое людей, которых мы сейчас видим на точке скрине... А Андрей, интересно, их узнает, нет? Нет. Ну, и правильно, просто, и вы счастливый человек, потому что, не знаете, президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко, он слева получается. И Сергей Опяткин, директор Российского футбольного премьер-лиги, так вот, они затеяли реформы футболя и хотят, чтобы в следующем сезоне сильнейшая команда в чемпионате определялась в формате плей-офф. То есть, сначала команды играли регулярно чемпионаты, и на основании этого, ну, по идее, практически, наверное, как в хоккее, да, после этого уже определялась сильнейшая команда в матчах на выбывание. Как вы считаете, друзья, вообще, в принципе, если речь идет о чемпионате, потом стадия плей-офф, она имеет право на существование, или все-таки нужно смотреть как раз, как команды ровно шли на дистанции, а не насколько удачно они сыграли несколько матчей, один или два? Ну, у Андрея есть какие-то мысли на эту тему? Я думаю, что плей-офф, он как бы сам по себе обязывает команды мобилизироваться, как бы, играть еще остальные игры. Это, ну, примерно то же самое, что у нас происходит полуфинал-финал, вот, то есть, когда, ну, им совсем неинтересно становится, да, когда одна команда лидирует там с огромным преимуществом, и практически, абсолютно уже все понятно за три тура до конца, что никто не может составить конкуренцию. Когда будут игры плей-офф, мне кажется, будет, ну, может быть, зрелищный, хотя сомневаюсь, конечно, что будет зрелищный. Давайте дальше поговорим о плей-офф, но уже о зрелищном, о том, где играют иностранные команды. Это Лига чемпионов у нас на очереди через пару секунд. Не пропусти! Два матча одной четвертой финала Лиги чемпионов предстоит нам увидеть сегодня. И, внимание, оба они начинаются не в 23.45, как раньше, а уже в 22.45. Не хочется сказать, наконец-то, да, Кирилл? Поставьте обязательно будильник, еще что-нибудь, чтобы не пропустить, а то на час позже подключитесь и все самое интересное пропустите. И, разумеется, Бенфик и Челси здесь шансы команд более-менее равны, но нас в большей степени интересует вот эта таинственная пара, которая притаилась внизу нашего тачскрина. Это кипрский АПЛ и мадридский Реал, команды, наверное, от которой получают удовольствие абсолютно любой человек, который смотрит ее матчи. А вот мне хочется узнать у Андрея. Вот, Андрей, ты знаешь таких футболистов, например, как Криштиан Роналду, Киркасилис, Кака, знаешь, да? Хорошо, тогда у меня в связи с этим другой вопрос. А знаешь ли ты таких футболистов, как Константинос Хараламбидис, Айлтон Алмейда или, например, Дионисис Хиотис? Кирилл, я боюсь, что даже ты не знаешь таких футболистов. Это мой любимый футболист, у меня много его маек дома висит, поэтому ты не подловил меня. Андрей, мы с Кириллом считаем просто, что сегодня в матче АПЛ-Реал нужно обязательно болеть за АПЛ. И я предлагаю порассуждать, наверное, на эту тему. Ну да, давайте попробуем, раз уж в пятиборе, давайте попробуем найти пять причин болеть за АПЛ. Мне кажется, первая это, в принципе, такая, знаете, такая ми-ми-ми, что вот эта вот приятная история, когда маленькая команда, у которой в истории никогда не было никаких достижений, вдруг пробивается в одну четвертую финал Лиги Чемпионов, сметая на своем пути очень крутые команды. И что вот, в принципе, ну, это вот история, когда нужно болеть за слабого, чтобы у них все всегда прекрасно получалось. И вообще, когда вот этот пресловутый Константин Асхараламбидис еще сыграет в четвертую финале Лиги Чемпионов, согласитесь? Ну, разумеется, да. Какие еще доводы могут быть в пользу? Честно? Да. Ну, Реал же несколько недель назад выбил из Лиги Чемпионов нашу команду, московский ЦСКА. Ты извини, что я ЦСКА в эфире «Спорта на дожде» называю нашей командой, и все-таки Кирилл Благов у нас ярый болельщик как локомотива. Но все-таки, ребята, из чувства солидарности вполне можно болеть за АПЛ сегодня, чтобы АПЛ отомстил за команду Леонида Викторовича Слуцкого. А с другой, ну, да, действительно, то есть, они же, не будем забывать, что они еще играли с «Зенитом», и «Зенит» успели обыграть, то есть, чтобы, условно говоря, каким-то образом и уровень наших команд поднял. То есть, вот, проиграли сильнейшей команде, которая там чуть ли не до полуфинала добралась. Ну, а потом, у меня есть еще третья такая мотивация, почему сегодня стоит болеть за АПЛ, потому что в испанском футболе, да и вообще, наверное, в футболе в целом существует два таких столба. Первый столб — это Барселона, и второй — это Реал. И Барселона у нас проповедует самый красивый футбол в мире, а Реал у нас проповедует самый красивый футбол в мире, который пока идет на втором месте. Вот, если вы болеете за красоту, за эстетику, то мы любим Барселону, и мы не очень, наверное, любим Реал. Как раз в контексте Барселоны и прочих клубов возникает такой вопрос, что за АПЛ сегодня будут болеть те, кто не любит богатых. То есть команда, у которой нет денег, у которой все игроки стоят дешевле, чем Криштиану Роналду или чем любой другой игрок. Но мы, знаешь, на что сегодня будем надеяться? На то, что богатые тоже плачут, и наш добрый маленький АПЛ сегодня задаст жару команде Жозе Морини. Ну да, в конце концов, я же не зря прихватил с собой шарф в Паэлло, и обязательно после спорта на дожде где-нибудь вместе с друзьями посмотрю этот футбол и поболею за киперскую команду. Ты мне хотя бы расскажи, где ты его взял? У меня родители просто ездили на Кипр, я попросил их привезти, чтобы они пополнили мою коллекцию. Конечно. Я просто знал, что они будут играть в финале Лиги Чемпионов, поэтому шарф такой должен быть. Поговорили о Лиге Чемпионов. 22-45 оба матча начинаются, и давайте напоследок почитаем твиттер, что ли. Твиттер Андрей, в нашем футболе есть такой человек по имени Роман Широков. Это футболист питерского «Зенита», который делает для популяризации нашего футбола, мне кажется, гораздо больше, чем мы с Кириллом Благовым. Мы вот о нем рассказываем, а Роман Широков зажигает. Вот в Пятиборе есть люди, которые зажигают? Кроме вас, разумеется. Нет, вы знаете, я, честно говоря, не знаю таких людей, именно спортсменов, которые как-то активно вели себя в современном пятиборье. Нет. Но у вас бы получилось? Людей нет. Возможно. Но пока, как бы, ввиду того, что я целый день очень сильно занят тренировочным процессом, пока не имею вот такой возможности каким-то образом помогать или развивать современное пятиборье. И у меня предложение в связи с этим. Давай после этого эфира, он уже закончится через пару минут, мы заведем специально для Андрея твиттер. Твиттер Андрея Моисеева, двукратного олимпийского чемпиона. А сейчас мы просто покажем ему, что это такое. Давай? Да, и начнем давайте с футболиста Хаби Алонсо. Он играет за мадридский Реал и сегодня будет стараться раздробить на частички кипрский АПЛ. Так вот, что он там пишет, Маша рассказывает. А, слушай, ну это смесь английского и испанского. Мадрид, солнышко светит, терраса, кафе Кон Йелло. Йелло это, по-моему, лед по-испански. Вот. И тут какая-то картинка, да, картинка следует. Давай на нее посмотрим. Прекрасно, совершенно прекрасно. Ачкира и Бен, да, и мы что понимаем, что у нас Хаби Алонсо самый настоящий модник? Я думаю, что он, если бы дело происходило в Москве, то я думаю, что он бы в одном из кафе на Красном Октябре сидел бы и делал фотографии. И бокал пива стоит. А можно, вы думаете, Андрей? Я думаю, нет. Но я боюсь, что у наших футболистов могло бы и такое стоять на столе. Ну тут главное, что нет кальяна. Нет, ну это хватит уже про этот кальяна. Извините, извините. Нет, Андрей, скажите, а человек, который занимается пятиборьем, он может себе позволить там позать тренировки? Безусловно, я могу сказать больше, что в моем возрасте не только вредно, но и полезно потреблять алкоголь. Я знаю почему, но почему нет, главное знать, когда это делать, в каких количествах. То есть абсолютно нет ничего запрещенного, нет каких-то доминантов, диет, ограничений. Абсолютно нет. То есть можно и немножко употребить алкоголь. Андрей, это какая-то вселенская несправедливость, потому что вам всего 32 года, и вы уже чувствуете себя ветераном. Разве это здорово? Ну для спорта, да, так оно и есть. Действительно, 32 года уже практически, ты уже не молодой спортсмен далеко. За моими плечами две олимпиады, поэтому... Езжайте на третью олимпиаду, Андрей, и показывайте всем вообще, что стоит опыт. Читаем дальше твиттер. Евгений Левченко, футболист клуба, который называется Adelaida United из Австралии, любит поразмышлять, какие-то там мысли свои оставлять. Вот мы видим, футболиста это такой фрукт, его нужно выхаживать, лейт, ценить, холить, но иногда и удобрять навозом, чтобы лучше рос и процветал. Ну, мне кажется, все так, да? Я воздержу все комментарии. Следующая мысль. В футболе не бывает мелочей, но футбол не терпит мелочности. Вот, кстати, вот это высказывание мне нравится. А мне кажется, причем это применимо абсолютно к любому виду спорта, нет? Ну, и заключительный твит, который, в принципе, применим, наверное, не только к футболу, но и, в принципе, глобально к российскому спорту. В нашей стране проблема дороги и беззакония, а в нашем футболе поля и беззакония. Ну, мы все прекрасно видели, на каких полях играют российские команды, и что, действительно, с Евгением Левченко, который еще совсем недавно тоже играл в чемпионате России, ну, сложно поспорить. А я могу спросить у Андрея, в чем проблема заключается нашего современного пятиборья? Безусловно, можем. Ну, знаете, я, как бы, никогда в этом плане не жаловался ни на кого. Я считаю, у меня вообще другие восприятия, вот, по поводу футбольных полей и так далее. То есть, вот, у нас в пятиборе тоже очень много мелочей, которых зависит результат, в принципе, да, там, это оружие, шпага, там, если у тебя плохая шпага, то ты плохо нафектуешь. Это вообще абсолютно не показатель, все зависит от тебя, от твоей головы, от твоего настроя и так далее. Поэтому я не совсем согласен с тем, что жаловаться на какие-то условия. В первую очередь, должна быть, как скажем, серединка твоя, да, личная, а потом уже все, прилегающие к ним ситуации, там, спортивные базы, объекты, бассейны, стадионы хорошие и так далее. Но основа лежит в самом тебе. Это прекрасно, мне кажется. Вашу шпагу сударь, хочется сказать мне. Да, все так. Давайте на этой прекрасной ноте закончим сегодняшний спорт на дожде. Кирилл Благов, маша командная и двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев сегодня обсуждал с нами не только пятиборье, свои любимые дисциплины, но и также болтал о футболе, читал твиттер. Спорт на дожде, будьте здоровы, побед вашим любимым командам. Пока-пока. Спорт на дожде.